привет друзья рада вас видеть на моем канале и сегодня у нас будет тест-драйв карандашиков калур если правильно я их назвала думаю что так это карандаши китайские пастельные с алиэкспресс за такую интересную наводку спасибо александре мои подписчицы пришли они довольно быстро и поэтому сегодня посмотрим что там внутри брать нам их не брать сделаем такой небольшой тест-драйв сравним с другими карандашами и еще порисуем на двух разных видах бумаг что они себя представляют прямо разберем полностью это должно быть очень интересно сама я их не тестила поэтому мне будет тоже любопытно попробовать это будут наши такие первые впечатления постараюсь максимально все подробно вам рассказать и по поводу этого видео если видите какую-то разницу в звуке и я надеюсь что он стал лучше потому что обычно я записываю на телефон и там но звук как попадает так попадает потом я это обрабатываю чтобы более-менее знаете какая-то слышимость была без эха и прочего поэтому если звук стал лучше ну или хуже напишите в комментариях пожалуйста может быть я когда-нибудь осилю покупку новой камеры либо починить старую поэтому всегда можете меня поддержать ссылочка будет в описании видео ну что давайте приступим к разбору коробочки она у нас жестяная довольно тяжелая самое основное да прекрасное написано у нас здесь сверху мягкая постель 50 цветных карандашиков пишут что она мягкая но это наверное не совсем так но посмотрим и софта че премиум эксперт в общем супер такой плюс еще интересный здесь рисуночек но на любителя да и с обратной стороны но основная вся та же информация поэтому будем смотреть понятно что пишут все самое лучшее самое прекрасное открываем открывается она довольно легко удобно коробка внутри красиво это я успела посмотреть ну понимаете очень было любопытно пришло все в очень хорошем виде хоть сверху нет никакой поролоновой такой вот этой квадратной подушечки как она называется да поправьте меня но что у нас здесь есть давайте смотреть ну во первых у нас будет бумажечка для выкрасок мы выкраски тоже здесь все красиво сделаем а дальше мы видим с вами сам саму коробочку красиво по цветам мне нравится такой бежевый цвет все квадратики все ровно красиво напечатано а дальше интересный момент прям очень любопытный смотрите получается есть звезды светостойкости да ну в обычной в карандашах в пастель ну как правило мы с вами привыкли одна звезда это маленькая светостойкость что быстро до выгорит на солнышке две средние три хорошие здесь немного наоборот во первых звезды они стали плюсами но это ладно и дальше у нас получается история наоборот супер классная сильно светостойкость это одна звезда точнее плюс и совсем не стойкий это у нас справа и пять плюсов они все получается не светостойки но это хорошо что нам об этом сказали правильно особенно для кого это будет важно в моем случае да я честно говоря сильно не придираюсь мне просто любопытно вообще посмотреть что это такое тем более все равно если я их буду использовать и в моих профессиональных работ и в работах на заказ это будет какое-то небольшое количество дополнительного цвета плюс они будут вмешаться с другими карандашами мелками поэтому я не переживаю за сильно какой-то сильное выгорание потому что все равно будут объединения с более качественными пастелями происходить это точно ну а для каких-то ученических работ просто для себя просто попробовать почему бы и нет и тогда повторюсь все они не светостойкие в основном 5 4 звезды 3 есть у нас вроде бы только один карандаш 41 номером он там ниже находится мы до него доберемся purple purple lake называется скорее ну ладно не будем к названию до придираться хорошо а у нас мы видим два ряда 25 карандашей сверху сейчас вот так подвину до чтоб карандаши было лучше видно и 25 соответственно снизу выкраску чуть позже с вами сделаем давайте откроем коробочка очень приятная на самом деле потом я может быть ее буду как-то использовать эти штучки я наверное все таки выложу не имею ввиду пластиковые в которых лежат карандаши открывается тяжело прям вот нужно так залезать залезать хорошо кого длинные ногти можно туда подлезть что кстати мне нравится то что есть номера от 1 до 50 соответственно на черном вот здесь и можно будет красиво раскладывать в эту же коробочку если нам так захочется так ну вот всю красоту мы положили с вами вместе и так вот кстати резиночка вот это хорошая вещь я бы поменяла местами вот эти две упаковки если удобно можно нижнюю поставить вот эту вниз а вот эту наоборот наверх чтобы с помощью резиночек все это вытягивать коробка правда классная да скажите может быть они хотели еще по цветам попасть вот этот розоватый оттенок и бежевый но не суть да то есть как прокрасили так прокрасили по цене получается самое главное да есть если не сказал очень выгодно с доставкой если это где-то 2 200 стоит такой набор соответственно один карандаш там чуть ли не 44 45 рублей да поправьте меня если я неправильно считаю такой может быть 45 рублей за карандаш ну это как бы классно согласитесь да учитывая что какой-нибудь там санет или что-то такое они стоят ну дороже конечно же и так ну что давайте будем делать выкраски даже не выкраску да от а цветовую карту я имела ввиду потом уже на бумаге будет постоянно видно все лучше сейчас это просто для обозначения но если вы хотите чтобы все это красивенько выглядело но что мы сможем понять да сейчас насколько они мягкие не мягкие как бы царапают бумагу или нет потому что они все художники рисуют на разные бумаги да если мы берем абразивную пастель мат на который в основном рисую я там можно рисовать чем угодно и все это смотрится более менее нормально главное чтобы сильно карандаши не царапали ну и понятно да там очень плохими карандашами все не нарисуешь но абразив естественно за счет своей поверхности очень спасать если бумага у нас обычная пастельная либо даже гладенькая то тогда уже нужно думать больше о качестве материала по белому карандашу я его честно говоря чуть-чуть потестила до этого и могу сказать что он очень царапает бумагу любую если мы его не не переворачиваем нужный для нас стороной я кстати совершила ошибку и пошла вот так горизонтально видите но вот скрыть у меня это не получилось поэтому идем сверху вниз сверху вниз сверху вниз в общем нужно читать они как я делать второй номер это легкие бежевые до мягкий бежевый такой у него большие надежды потому что очень классный цвет особенно кто любит анималистику все это очень важно нам будет это у нас лимонный желтый тоже классный для каких-то кстати очень очень мягенький но по сравнению с вот таким вот предыдущим бежевым следующий у нас идет кадми желтый на такой классический желтый до желтый средний скажем так должен быть в принципе приятненько у них у всех есть момент что вы попадаете вот так чуть-чуть карандашом и бумага начинает царапаться просто где-то больше где-то меньше золотой желтый и одновременно буду комментировать знаете думать насколько это можно применить к нужным мне целям 5 получается золотистый желтый ну да такая золотистая красивая а это интересно должно быть и это у нас желтая охра про светостойкостью особо не будем повторять да мы поняли что они у нас не светостойкие особо все кроме того прекрасного purple lake номер ладно к нему придем охра по цвету не нравится красивая такая приятненькая что еще забыла сказать в плане запаха определенного он присутствует когда первый раз будете открывать такой наборчик такой немножечко запах именно краски такой химический если сравнивать с другими карандашами например с тем же брензилом там открываешь коробочку и пахнет просто прекрасно какой-то не знаю древесиной волшебством в общем здорово здесь он немножко такой специфичный но на самом деле выветрилась все уже во второй раз нормально brilliant yellow что же это такое да у нас может быть более в рыженький о охра такая сторону уже сиены какой-то окей но нормально все они сейчас я пробую примерно одинаковые по качеству кроме белого белый такой пожестче 8 номер flash tint кстати хороший оттенок должен быть смотрите какое несоответствие цвета самого пигмента это что находится на окончании ой смотрите-ка что сюда попал вот такой пигмент да бывает внутри плохо где перемолот и вот у меня розовый с одной стороны до его неплохо перемешали получается такое бывает иногда такие вкрапления и вас раз такой новый цвет прям образовался ну а что вы хотите 45 рублей до за карандаш сакура pink должна быть красота ну такой миленький чуть-чуть тоже царапающий немножечко шуршащий плане шуршания я думаю вы слышите если бы мы сравнивали с какими-нибудь вставила или брюнзил например то конечно там такого шуршания не будет там более мягкость такая происходит просто сакура это была легкая сакура это у нас сакура обычная обычная пожестче ну да такая тоже царапает хорошо кстати что бумага гладкая поэтому все вот эти царапающие моменты мы сразу вычислим коралловый одиннадцатый вот сюда как раз я туда за ой какой 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 так его переворачиваю да потому что сторона одна начинает царапать такой прям вообще капризный капризные цвета маджента должно так подождите подождите почему так маджента а вот слава богу думаю что то у меня моя вселенная перевернулась смотрю не соответствие написано здесь оранжевый здесь маджента оранжевый 12 номер оранжевые смотрите что тут происходит да но древесина понятно тоже некачественно мы попробуем еще потом поточить в общем все моменты их проверим уязвимая такая вот заломчик трещина ой она пошла дальше сильно на оранжевый нажимать не надо ну кстати он более мягкий и прям такой по концентрирование значит сюда кладу 12 этот 13 маджента она люблю ой кстати очень давайте перевернем может быть найдем царапающую сторону и практически нет на данный момент царапающей стороны мне нравится маджента пока что наш победитель это маджента 13 номер следующий карет это же морковка значит правильно морковный цвет 14 номер а может и нет я проверю но на морковку похоже ничего лучше чем оранжевый более мягенький нормально нормально не как маджента хорош но рядом orange red ну ладно посмотрим да несоответствие шапки и пигмента суховат немножечко чуть-чуть царапает но вроде бы ничего для носов до кошачьих хорошо будет следующий честно говоря мне так нравятся все эти тесты делать я очень такое люблю и кстати смотреть тоже люблю 16 гринадин red это это так вот сюда я все хочу вот так вот так вот так идти не знаю почему они сделали может быть для кого-то это удобнее у меня вот в моем мире просто должно было идти вот так раз два три так 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 вот такими рядами какой-то диссонанс получается ну очень нет хотелось все началось хорошо потом пошло не очень цвет кстати красивый ну да царапающий такой местами но красивый до оттеночек мне нравится красных наверное много похожих но сейчас мы это выявим про это тоже поговорим скарлетт 17 так я кручу чтобы найти слабые места плане процарапок ну очень слушайте но можно первое место вместе с маджентой пока дать скарлетту может быть кстати эта информация вам пригодится потому что есть наборы с меньшим количеством цветов да надо посмотреть если там самый хороший из этого набора 18 вермиллион ну давайте смотреть правда много красных похожих ну ладно вот такое послабее что и что они хотели этим показать цвет между гринадином и скарлеттом ну наверно так такая была идея но лучше чем 16 потому что помягче хотя бы но знаете чем больше наношу слой тем конечно идет по веселее бенгал red 19 номер я все еще боюсь или то сейчас попаду нужно сопоставлять но слушайте 4 одинаковых розовых надо посмотреть как еще на камере это выглядит потому что но в живую я вижу отличие на камере может быть они еще менее заметны но он примерно вот как гринадин чуть получше из-за самых мягких приятных до кого мы выбрали мадженту и скарлетт маджента кстати разбеленный все таки да ну ладно вот такое ну правда смотрите зачем можно было бы убрать отсюда на гринадин ну ладно это мы сделаем потом критику выбора оттенков ну очень да все похоже какие следующий 20 номер ауберджин 20 давайте смотреть так но ничего что чуть-чуть там поцарапнул но он очень мягкий очень мягкий просто одну потому что каждый день да я что-то делаю цветными пастельными карандашами именно рисую я могу на любой бумаге уже эту мягкость яркость определить очень мягкий очень мягкий да там царапушки чуть-чуть какие то есть ну что поделать потому что ну качество помола там она на цену влияет понятный самый такой нежный прекрасный помолу гонзила они естественно такое не буду делать но очень 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 мне нравится это наше новое первое место пожалуйста 20 номер следующий у нас вот такой вот голубенький так кобальт бирюзовый получается 21 номер так все равно выходим на какие-то более сухие царапающие моменты карандашка нужно крутить крутить ну нормально мягенький тоже кстати не такой как предыдущий но очень приятно как средне приятно так следующий у нас идет синий 22 но они я это даже не буду комментировать они все чуть-чуть начинают рисовать царапать рисовать царапать нужно просто вот туда-сюда туда-сюда их водить видимо нормально нормально бывали пожестче давайте следующий синий у нас должен быть более приглушенным 23 номер такой же не светостойкий также поцарапывает чуть-чуть но средненько ничего даже вот знаете как препятствие такие как на камушке иногда наступает вот этот слой так подождите почему почему здесь серебряным написано здесь черным почему не понимаю и вот здесь из почему они так сделали как вы думаете может быть я не понимаю чего-то везде нельзя было черным может быть в одной партии так и другой сяк ну ладно хорошо черным лучше видно этот все-таки отсвечивает но они кстати с продавливанием напечатаны поэтому не будет стираться что кстати вот это очень хорошо как стабило например да то есть порисовал месяц все на шапочке ничего не осталось что какой номер что это за карандаш ничего не понятно только угадывать здесь ладно 24 номер метров ступор какой-то на вело либо они выделили серебряным те цвета которые более жесткие я не знаю но пока что похоже что он очень тяжко идет очень тяжко даже цвет сложно оценить цирулем да но тяжеловато что на что и поделаешь на следующая пачечка слой кобальт синий 25 вот это а вот это другое дело ну понятно там чуть-чуть поцарапывает не сильно как другие не совсем это кобальт ну ну ладно но очень на светлый ультрамарин да похоже но кстати хорошо хорошо прям вот да нормально с со фаворитом рядышком 20 отлично буду сразу так следующий вытаскивать это так долго подлезаю это у нас следующий си 26 ну как бы похоже да нас и рулю 24 и чуть получше цвет кстати красивый да но не такой мягкий более жесткий помол не как у кобальта который не совсем кобальт все таки я считаю опять сюда а вот это вот для них уже ультрамарина какой-то до ультрамарин не особо то 27 опять вот это серебро черное лучше на мой вкус но не на вкус а просто лучше видно это не ультрамарин но не важно неплохой такой до темная синий фиолетовый получается ничего ничего довольно темный кстати да не так и не сильно разбеленный это неплохо для каких-то темных моментов все это дальше следующий еще один синий синий тоже можно было каких наверно брать двадцать восьмой номер интересно особенно что они рядом с 23 да тут нужно три отличия найти царапает чуть меньше но до боли в синенький тут больше бирюзовой более приглушенный жестковат тоже следующий у нас идет следующий идет так двадцать девятый зеленый хорошо очень хорошо очень мягко не насыщенный но и правда легкий тут все написано но приятно на какой-то абразивной бумаге будет супер ярким смотреться сто процентов следующий тридцатый номер тоже зеленый более в холодный такая зеленая морская волна нормально похоже пока по качеству с предыдущим зеленым ничего ничего не так царапает как те синие ну что это тип у них бирюзовый давайте смотреть да такой себе бирюзовый конечно очень царапает самые сложные оттеночки которые с примесями получаются с таким сероватый уходящий да как вот эти синенькие они самые царапающие у них получаются которые поярче более мягкие цвет красивый да но поцарапывает русский зеленый тридцать второй номер опять серебро у нас ой какой какой я прям кручу кручу чтобы найти хорошую сторону жесткий да жесткий цвет красивый цвет хороший кстати сложно зеленый там глаза зелень и прочие приятные вещи можно делать еще одна серебряная какой принцип вот на ваш взгляд потом или это загадка чтобы мы нашли логику да вот угадай почему где-то черный где-то серебряный может что это логике и в принципе нет 33 так царапает царапает прям это наш это наш лидер лидер по царапанию анти лидер то есть вот этот самый пока что вот эти два до 20 25 прям у нас правда лидеры а это наоборот цвет красивый набирается тяжеловато царапает сильно следующий у нас идет мятный зеленый 34 приятно приятно наносится ну по сравнению с остальными да по сравнению с 33 все неплохо я на самом деле не очень критично отношусь я считаю что все можно применить не должно быть все супер идеально желтый зеленый 35 неплохо яркие пока что самые лучшие по мягкости нанесения здесь у калура хороший приятный приятный цвет наносится мягонько довольно следующий 36 зеленый поцарапывает не такой мягкий цвет ничего сложный дам оттенок довольно неплохой так это значит было здесь следующий следующий к 1 зеленый 37 так у меня код свет загородил травяная да такая классическая практически зеленая средненько цвет ничего вроде плюс-минус мягко но царапает след так я что-то перепутала следующий 38 зеленый ну ничего кстати неплохо мне нравится люблю вот такие сложные цвета до темно-зелено оливковый такой да неплохо 38 неплохой это собственно оливковый но кстати и вроде бы похоже чуть-чуть поцарапывает но нормально можно найти сторону нужно красиво красивый цвет сложный степлиночкой такой хороший оливковый мне нравится цвет сам мне нравится это следующий 40 здесь видите у него вообще какой-то подожгли его я не знаю что это имитация сучка на дереве в общем такой вот он с отметиной 40 зеленый тяжеловато наносится жестковат прям жестковат близок кто там был лидер по жесткости я потеряла вот это 33 что ли но вот они в этом похоже конечно цвет ничего в принципе помягче более бы более бы как-то концентрирование оттеночек хотелось бы так ну что это тот самый тот самый видите три плюсов то есть он должен быть самый лучший тоже треснула здесь древесина как на оранжевом purple lake ну что же что же очень даже люблю такие оттенки слушайте мне очень нравится не зря не зря и три звезды у него вообще шикарно почти что не царапает ну почти что но такой мягкий мне нравится я вот люблю такие оттеночки так следующее у нас будет такой легенький фиолетовый french violet 42 царапает все что ближе к белому царапает сильно цвет миленький носа тяжеловато ультрамарин фиолетовый 43 сравнить интересно нам с вот этим синим ультрамарином ну попробуем ну как бы знаете такая большая разница да можно было бы и по семье сделать 27 царапает но довольно мягкий видно что много пигмента это хорошо наносится довольно ярко нормально не так легко наносится как 27 но терпимо следующий 44 такой там яркий сиреневый ой очень 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 неплохо цвет красивый обожаю все фиолетовое мне нравится мне нравится приятно почти не царапает так он тоже к лидерам пойдет у нас сиена ну давайте сиену жены посмотрим 45 опять серебро да по причинам неизведанным жестковато цвет красивый но сиена и сиена похоже в принципе царапает цвет мне нравится можно его будет где-то применять следующее у нас уже вторая сиена должна быть более темная более приглушенная 46 наносится лучше кстати да это в красноту у нас это более в такой желтоватый уходит неплохо она получше помягче следующее что у нас тут умбра идет 47 сильно царапает жесткая жесткая прям очень жесткая как и кто там у нас был еще 40 33 и 28 до жестко наносится цвет нормально так серенький у нас тут будет с вами два серых один будет больше уходящий в такой в теплой по идее другой должен быть похолоднее ничего мягко слышите даже не такого царапающего звука нормально нормально да приятно но чуть-чуть царапает конечно но ничего ничего да следующий следующий серый серые прям конечно очень важны очень важны особенно кто такие метрами вещи рисуют 49 пэйна такая пэйн грей давайте смотреть приятно хорошо даже чуть лучше чем сорок восьмой и мне нравится мне нравится да очень даже неплохо следующий черный номер 50 серебром название черный знаете что на самом деле признаюсь я его тестила с даже с обычным угольным правда кохинором карандашом и он недостаточно прям черным просто на фоне других ребят кажется он прям супер черного не очень черный он такой темно 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 серый бывает и почернее вот поэтому ну не так плохо не так плохо вообще жить можно ну что вот наша красота сейчас давайте я стряхнул все это вот верхушечку пыльную лишнюю выглядит красиво давайте пробежимся да у нас по фаворитам получается 20 25 нам понравился 27 но говорю нам потому что ну тут объективно да не поярче мягче наносятся те что царапают ну с этим работать уже будет сложнее 43 довольно мягенький яркий был 44 еще понравился на серый нормальный а из из наших начальных я думаю желтый будут все довольно ничего оранжевый был не очень морковный 14 был неплох кстати красивый цвет до 15 в принципе такой оттеночек терракотовый хороший для какой-то яркости меня просто голове одна шерсть с котами я представляю как ее рисовать но сегодня плане теста мы сделаем с вами пейзажик и я придумала один хитрый способ как нам лучше всего это потестить ну что теперь немножечко порисуем и посмотрим в деле на карандаши колор перед этим давайте сделаем заточку выберем какой-нибудь карандашик будем рисовать пейзаж намечать будем карандашом так 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 давайте какой-нибудь коричневый возьмем какой у нас был такой похуже кстати темно-коричневых нету там темно-коричневых нету это плохо зеленых каких-то глубоких тоже кстати нет синий ну ладно утрамарин плюс как с кобальтом кстати можно где-то не мешать попробовать должно быть неплохо из красных не хватает какого-то прям открытого такого классического красного яркого они все немножко разбеленная желтые оранжевые нормально должно быть я просто думаю да чтобы возможно ли всеми этими карандашами сделать любой рисунок но можно намешивать черный с коричневыми но темно-коричневого прям какого-то плотного не хватает ладно что там было похуже давайте возьмем сорок шестой вот такую вот сиену попробуем заточить буду точить мою рыбку она видите сегодня сломалась коты уронили со стола и вот так вот очень обидно получилось ей там хоть ей так много лет она дедушки бабушки что ли у меня в общем не суть зато чем необычный резак такой есть он не очень еще острый и он но плохо затачивается кстати древесина прямо-то очень тяжело очень-очень тяжело и обратила внимание что лучше всего затачиваются карандаши которые которых обладка вот эта деревянная еще покрыта краской как например у стабила доставила другие минусы них хоть есть продавливание вот этой надписи все равно стирается здесь еще более-менее видно на каких-то светлых вообще ничего не видно так продолжаем ну что же очень вам нужен новенький острый резак сто процентов в какой-то механической точилки еще менее вероятно что будет нормально точиться древесина еще попробуем есть такой тоже резак него покупала на джексонсе он какое-то время очень хорошо затачивал сейчас чуть хуже но так не очень легко затачивается в принципе потерпеть можно допустим да заточили все лишь не убрали что тут у меня интересного я не рассказала у меня получается идет вот эта бумажечка такая классическая пастельная здесь фактура более необычная потому что сеточка это склейка от джексонс сейчас покажу в ней мы рисовали с вами уже вот такая она простая простая средняя бумага среднюю по качеству то может быть кэнсон будет чуть получше немножко ну что и получается у нас обычная бумага идет идет абразивная пастель мат на который я чаще рисую потому что для фотореализма очень хорошо много слоев можно сделать получается удобно давайте мы с коричневым наметим так много цветов пейзажа плюс хорошо что мы попробуем у нас большой спектр красных разный посмотрим также синий коричневый все это могут участвовать может быть за исключением каких-то ярких зеленых но их туда тоже куда-нибудь в общем попробуем все вы можете тоже вместе с мной порисовать выбирать любую бумагу и можно будет любыми карандашами я попробую именно с ними сделать и будет смотрите из двух частей такая работа мне показалось что это будет интересная идея будет очень необычно и прям вот такой чистый будет тест да потому что одно и то же в одни и те же цвета одни и те же формы будут и слева и справа намечаем линию горизонта насколько мы видим там дальше вдалеке идут горы я сделаю такую реплику не буду стремиться прям сделать один в один такую постараюсь конечно сделать быструю зарисовку потому что если дать волю я могу и пять часов все это вырисовывать постараемся сегодня без лишнего какого-то фанатизма намечаю горы они у нас будут такими основными намечается пока что все нормально да особенно на абразиве понятно цвета будут поярче горы мы сделали здесь у нас такой водичка пойдет дальше ряд елей который на островке находится слева но на обычной бумаге конечно царапает чуть-чуть дальше островочек там тоже скорее всего который идет справа ну вот сам эффект царапывания будет так заметен конечно на пастель мате но тем не менее дальше идет островочек который посерединке с елками может быть чуть-чуть его покрупнее даже сделаем чтобы прорисовать тут у меня и шерсть уже появилась и уходит он у нас вправо кстати очень красиво посмотрите на этом пейзаже принципе он красивый и отражение идет смазанная легкая с левой стороны а с правой стороны она у нас такое четкое от горы которая сверху рисуем ее в отражении так вот да плюс минус конечно она вот такой обычной бумаги хочется взять мелками сделать все широко особенно небо воду приятнее мелками заполнить карандашами потом доделывать но сегодня мы хотим все-таки получить такой чистый результат поэтому поэтому сделаем все карандашиками формат небольшой должно быть довольно комфортно елочки тоже как красиво отражаются должно получиться здорово может быть чуть-чуть еще левее островок но не буду постараюсь не перфекционировать как-то самое главное в отражении чтобы вы отразили правильно пике чтобы они были на одном уровне просто это куда проверить хорошо давайте наверное начнем какие-то детали мы будем уточнять уже по ходу процесса потому что все таки по будем тестить именно карандаши сегодня наверху что нам понадобится заодно нам цветная цветовая карта будет помогать так 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 по оттенкам кстати здесь хорошо что цвета небо они похожи на все вот эти немножко разбеленные оттеночки наших карандашей какой-то вот малиновый такой хочется давайте мы возьмем какой у нас там был неудачный 16 начнем с него чтобы было посложнее так это он гринадин red который так плохо ложился но задача она кстати не простая тяжеловато наносится плюс ну конечно тут будет оттеночек бумаги виден я постараюсь знаете вот этот шовчик как-то сделать менее заметными все-таки чтобы это было как единая такая композиция тут не будет цели в какой-то в супер красоте посмотрим просто по их нанесению и как все это будет растушевываться ну нормально принципе 1 мы сделали такой базовый слой давайте нанесем какой-нибудь похожий там 17 например наверх посмотрим если вообще перекрытие если мы растушуем то скорее всего уйдет до дополнительный такой пигмент но чуть-чуть тяжеловато для сравнения давайте возьму какой-нибудь похожий оттенок из скажем бронзила просто чтобы мы сейчас с вами сравнили это номер 31 бронзил он тоже такой красновато-розоватый смотрите какому он близок да да к любому этому они все похожи нанесли бронзил например красный сюда я сильно не давлю кстати на карандаш и возьмем даже не самый плохой по выкраске был у нас карлер 17 наносится вот с по звуку да наверно слышите насколько это все жестче получается и я прям сильнее давлю на карандаш ну пылит одинаково но какая яркость видите о какая концентрация у бронзила насколько он разбеленный более жесткий колор получается да ну цене тоже разница есть поэтому сильно можно не придираться и ну да он такой белый растушевывается лучше конечно растушевывать бронзил в плане того что и мягче и остается более такой концентрированный оттенок если говорить про бронзил на пастель мать это видите это просто это супер пигмент да какой он яркий если возьмем колор ой вот это вот как он так сильно царапает до 16 вообще такое прям ну окей так давайте дальше это все в красоту будем все таки превращать хочется и ты сделать и и чтобы было красиво 20 номер 20 номер это у нас был наш любимчик можно сказать с ним мы можем сделать затемнение сверху небо все-таки надо будет растушевывать поэтому я буду потушевывать чуть-чуть он ложится уже конечно неплохо все-таки он более пигментированный как-то по насыщение оттенок так что у нас дальше можно давайте еще какой-нибудь розовый возьмем 19 это какой у нас вот такой бенгало red да уж конечно жесткий какой попробуем вот так широкой стороной это еще на пастель мать и прям нужно много слоев нужно с нажатием до чтобы цвет вообще остался там посмотрим потом как по отдельным штришочкам они будут себя вести так растушую немножко границу цвета вроде бы ничего да наносится просто тяжеловато ладно следующее что там у нас кстати давайте попробуем сакуру розовую где-то на будем как она тоже до царапает на обычной классической бумаге очень будет тяжело очень будет тяжело прям царапать царапает на пастель мать и можно будет как-то вот так вот потерпеть но если только как-то за счет цвета да прям если какой-то именно цвет понравился его добавлять что ты это прям чуть-чуть даже жалею немножечко потому что когда хорошему привыкаешь что потом как-то все это не так приятно что еще коралловый это так подождите это сакура сакура у нас 10 сакуру тоже можно взять а то было сакура pink ну кстати просто сакура она как-то повеселее ложится все это красивый да розовый давайте перейдем наверно на оранжевые оттеночки что там у нас это кстати вот это кстати как раз просто коралловый на то же самое все 12 12 это тот самый оранжевый который был не очень таким же он принципе остался но не бы вообще даст карандашами делать занятия на любителя поэтому я прям максимально стараюсь все это делать окей потом еще синенького в небо добавим посмотрим как наверх все будет ложиться а светлую полоску сделаем наверх чтобы было посложнее чтобы она уже была по готовому слою посмотрим как будет ложиться ладно оранжевый не очень где наш был морковный его попробуем интегрировать в красные участки чтобы сделать такое оранжеватое свечения у неба и с ним можно выйти прям вниз горам потом в него добавим туда желтенького какого-нибудь поярче и не помешало бы что-то более неоновое такое какой-то неоново-розово-оранжевый разбеленный был бы хорош вот как у бронзила есть такой более светленький и теплый для сравнения рыжих сейчас шок контент будет ну такой красно-рыжий 46 смотрите видите как это все происходит на обычной бумаги да вот этим оранжевым мягко нежно ярко и калур где он вообще не видно хорошо но внешне кстати да внешне внешне внешне-то похоже еще потоньше потоньше сами карандашки калур брундил более такие толстенькие ладненько это был у нас морковный он такой разбеленный но эффект вот этого царапывания бумаги это все на любителя очень но мы попробуем что сделать да даже с этими карандашами мы попробуем с вами добиться хорошего результата как же иначе хоть это будет и не просто так ладно чуть-чуть давайте потушу им вот так лишнее уберем даже сильно стараюсь с левой стороны они растушевывать иначе там вообще ничего видно не будет следующий вот этот как раз он мог бы быть более таким концентрированным и давать нам свечение на участках неба там где солнышко попадает в общем на всех каких-то ярких областях но я очень сомневаюсь 8 номер да ну в принципе его видно да он не такой светлый как на выкраске но что-то такое легкое он может сделать он загоняет конечно так выталкивает лишний предыдущий слой точнее карандаша но него заметно и такая маленький вывод предварительный да если большого потрясование у вас все может быть очень даже хорошо и хорошая бумага ну как хорошая я имею ввиду если она так это не здесь я сделал свечение если она абразивная то будет что-то видно если бумага обычная если там какая-нибудь там палаццо и прочее прочее то вот это будет вообще не очень и жесткие карандаши и не очень качественная бумага это будет немного удовольствия от рисования там слышите как он царапает царапает ладно чуть-чуть буквально сглажу даже скорее именно так вот припечатать хочется слой карандаша сделали давайте какой-нибудь еще возьмем что там у нас посветлее было вот этот второй хочу попробовать софт беж который где у нас идет это светящаяся полоска да где-то тут над горами с усилием с довольно хорошим усилием нужно его наносить прям так старательно иначе видно не будет даже уже на постель мать и он так царапает немного у меня видоизменилась полоска ну ладно пускай наверх идет туда горе тяжеловато ну карандашами делать небо да повторюсь вообще не сильно так чтобы удобно хорошо сделали давайте чуть-чуть и желтого возьмем наш кадми желтый 5 он должен быть и поярче сделаем снизу где больше солнышко где она там над горой такой светит светит попробуем каким образом сделать там максимально яркий свет из того что у нас есть сейчас в арсенале желтенького я добавила можно для яркости даже чуть-чуть взять лимонного туда прям капельку в желтый чтобы светилась побольше и попробуем туда в них поместить белый что будет получаться получается не очень просто но немножечко осветление он дает на постримать понятно поярче наша светящаяся полосочка прям более яркое белое идет тяжело давайте эксперименте какой-нибудь сейчас возьмем даже не самый яркий белый вот фабр например то вот такой малыш остался фабры они твердые сами по себе даже белый фабр он твердый боже мой посмотрите да как же так как же так он по слою он и не самый мягкий сам по себе фабр он тверже но потому что пигмент видите более концентрированный конечно же да если мы берем колор то то даже с нажатием вы просто осветляете вот так вот разгоняете вот эти слои с нажатием же если я буду наносить сейчас фабр да вот что получается ну и конечно мы не слышим этого царапающего скрипа который есть от калура да вот так вот раньше и не задумываешься вроде бы рисуешь нормальным материалом все хорошо да тут прям какой-то героический поступок нужно сделать чтобы было красиво ну да такие прям царапки царапки ладно ладно ну что какой-нибудь синенький давайте посмотрим что нам сюда подойдет что нам может подойти есть как голубоватое свечение в наших полосочках сейчас наверное будет грязь если она желтой еще добавлю потому что эти из желтила из синих ну что ж может быть любимчика вот этого 25 где он там был мы найдем кстати у него соответствую да вы здесь оттеночек на окончании сам цвета такая разница большая учитывая то что он довольно мягкий на пластельмат наносится чуть чуть подвину неплохо наносится ярко правда он не совсем нам сюда подходит но он мягче чем остальные здесь он неплохо нанесся и нормально наносится и на бумагу слева но если и не растушевывать что ничего нормально так сделали давайте какой-то возьмем посложнее погрязнее чтобы нам было сложнее с вами 22 это у нас соответственно это что это 28 22 где получается а здесь так как это понять да такое синенький давайте смотреть вроде бы он был ничего был ярким интегрируем его в облака нормально вполне себе так довольно ярко он работает ничего ну на бумаге справа вообще довольно хорошо смотрится такое нас многоцветное небо может быть стать чуть-чуть попробуем на рыжий ну ладно не будем на это и чуть-чуть на рыжий добавим так капельку сверху ну более-менее да нормально получается вот так ну что оставим давайте небо если прям захочется уж очень что-то надо делать вернемся с плохо рисующим белым колором осветлю гору справа на будущее чтобы она потом была потемнее и давайте сделаем давайте будем делать горы слева они будут должны были более такими плотными темными 27 которые пишут что это ультрамарин но это не так и мы попробуем его как раз он должен быть неплохо сделаем сначала такой четкий контур у горы заодно их там немножечко прорисую у меня меньше наверное тех пик сейчас получится но не будем сильно заморачиваться а то да и такой бесконечный будет обзор у нас сделаем везде общий контур и поработаем с этим выбранным участком что у нас снизу елки здесь заканчиваются наверху идет гора причем мы видим один уголочек островочек такой горы он чуть-чуть поближе попробую его сразу затемнить тем более что цвет как бы похож так для сравнения просто хоть здесь синего немного справа но здесь очень неплохо смотрится конечно приятно так давайте немножечко заполним темным цветом нижнюю часть горы видите где-то он вот так вот раз раз и поцарапывает много карандаша будет уходить конечно же на заполнение цветом большой расход будет особенно если вы привыкли к такому ровному пастозному заполнению но повторюсь большие формы все равно мы делаем с вами преимущественно мелками да это скорее какие-то дорисовки но вот на тонких деталях и проверим нам же лучше посложнее поставить задачу потом если что и и доработать следующий под ключом 23 он был по моему средненький до такой был он не очень он был с фиолетовым но как-то он перемешивается нормально и учитывая то что наш белый он не рисует мы с ним потом сделаем попробуем во всяком случае какой-нибудь такое перемешивание на эти горах и осветление сейчас я попробую из каких-то плюс-минус темных оттенков набрать эту гору ой как царапает сильно 24 цирулиум плохо плохо рисует прям тяжеловато ладно сейчас давайте мы немного затемним заодно глянем на черный сейчас его выловлю как он будет работать с синим его уплотнять чуть-чуть подгрызнем по цвету заодно гору растушуем парочку туда деталей потом чуть теплого какого-нибудь свечения с розовеньким и дальше уже будем ее финализировать при растушевке сейчас они чуть-чуть объединятся можно даже на елочки зайти чтобы потом наверх выпускать как потом эти темно-зеленые елки делать конечно да с такими зелеными надо бы с черным мешать наверное сороковой не просто такой квест какой-то любопытно конечно но плане прям рисования удовольствия не сильно много ну ладно так давайте мы попробуем вот этот розоватый свет добавить с помощью какого-то розового осветления может быть возьмем вот эту плохо работающую сакуру 9 9 это 10 да вот 9 сакура она должна в идеале бы нам и немножечко очень тяжело розового добавить прям вообще супер какие-то царапки так ну ладно попробуем как уж получится чем бы нам такое яркое свечение сделать на этой горе даже непонятно что там у нас есть может быть сакура вот это 10 если прям посильнее ну плюс минус сразу буду в руке держать белый карандаш для каких-то осветлений ну да одну гору я правда потеряла но что поделать если с белым нажимать сильно цвет будет соответственно ярче да так ну как раз таки очень очень легкое осветление он дает можно чуть розового тоже света 10 сакура конечно повеселее будет чем разбеленная вот это 9 ее можно было бы вообще наверное не добавлять толку мало от нее здесь какой-то такой намек давайте на рисуночек на горе там где снежные участки лежат что хорошо жесткими карандашами такими это делать но вот какие-то прорисовки на горах хотя бы перемешаю беленький вдалеке вот здесь синим чтобы показать что там горы уходит уходит так ладно ладно давайте еще черного добавим почему я взяла интересно любимый ультрамарин ну потому что он темный наверное с ними тогда парочку вот так штрихов горы сделаем на верхушках поконтрастнее потом чуть-чуть черного и наверно дальше пойдем потому что это максимум ну можно конечно дорабатывать но вот такой вот примерный эффект он и получится верхушку слева сделаем немного плотнее нужно кстати нам будет знаете что еще сделать заложить мелком какой-то слой и посмотреть как карандаши будут работать по нему это тоже важно потому что тогда они должны наноситься меньше хуже за счет того что они не на бумаге находятся уже на слое какого-то мелка ну ладно такая гора что поделать да ну все таки чуть-чуть для красоты давайте здесь синего поярче кто бы это мог быть это пускай будет наш сорок первый который самый светостойкий всех прекрасный пир полы его куда-нибудь вот сюда давайте засунем чтобы хоть чуть-чуть как-то по насыщеннее было а то совсем невесело получается он с нажатием ну нормально так ложится более-менее он все таки неплох ничего не скажешь его ну только я сказала начал царапать ну да выбирать нужно обязательно сторону крутить что-то придумывать поэтому если любите трудности то колор они поспособствуют этому снег я думаю добавлять не добавлять еще ну давайте так наверное я и оставлю прям вот он тяжело идет а мы хотели нанести мелок посмотреть как будут на слой мелка ложится какой-нибудь сейчас рандомный синий возьму ладно без синий фиолетовый давайте такой нанесу вот на участок рядом с елками попробуем заполнить слой бумаги и посмотреть что будет прям вот так довольно плотно ячеечки заполняю для интереса да это тоже от джексонс пастель она не ну не самая прям классная она твердая считается по уровню ну как галере например да вот что то такое ну может быть чуть-чуть чуть-чуть где-то мягче чем галере но она как бы не сильно такая классно пигментированная но тем не менее ей можно работать на этой бумаге получать какие-то адекватные вещи давайте возьмем двадцать шестой сейчас я его попробую найти двадцать восьмой это что ну кстати можно и таким он довольно плохо рисовал и будет интересно посмотреть так ну царапает сдвигает слой пастели и такой шкрябает вот тут столько новых слов можно придумать для калура ну так вот тяжеловато да смещает где-то перемешивает но хотя бы цвет получается более яркий если вы в комплекте с какими-то мелками например используете карандаши но не просто давайте будем переходить горе которая справа а перед этим хочется все-таки какой-то красивый сделать светящийся контур у них снизу и показать водичку давайте учитывая вот все наши сложности попробуем сделать хитрым способом белым карандашом потому что когда пастель плохая бумага тоже есть свои хитрости чтобы это выглядело красиво под горами под горами я делаю белую полоску насколько могу ярко это будет наша подложка иначе без подложки совсем будет тяжело у меня здесь будет чуть больше вот этого света слева но уж так вышло да так с нажатием сильно активно я нанесла белый это для того чтобы потом яркие смотрелись ярче мы вспоминаем что у нас там было получше оранжевый был не очень был наш морковный неплохой это он да берем его наносим на белый получается такой оттеночек светящийся да немножечко как в неоновый персиковый нормально вот так как бы пригладили белый и далее что было поприличнее у нас из красных кто нам там нравился с вами уже и не вспомнить вроде бы скарлетт был неплохой так это одиннадцатый оранж ред потеряла я это какой у нас девятнадцатый скарлетт вот был ну кстати не так уж он был и хорош в общем самая яркая из красно-розовых нам нужно найти с ними легко добавляем на оранжевый главное потом это не стушевать иначе ну вообще цвета может не остаться да и вот это где-то будет максимум яркого цвета какого-то неонового если мы захотим получить в таких карандашах можно попробовать конечно добавить девятый вот эту сакуру светлую она была прям очень очень не очень это сакура сакура пинк сакура пинк она была прям такая царапающая она сильно какой-то яркости такого свечения тоже не дает но вот это где-то прям максимальная да такая яркость будет и какие еще трюки могут быть с плохими материалами чтобы что-то было ярче мы делаем что-то рядышком потемнее например горы да если мы чуть-чуть их вот так вот с черненьким затемним то будет смотреться поинтереснее все-таки синий ультрамарин который на самом деле ближе к фиолитовому такому еще если ячейки да вот эти просвечивать не будут совсем будет казаться что прям вот еще по контрасте поэтому вот такими только хитростями пользуемся это ну как есть да давайте поработаем сейчас горами на участочке справа тут предлагаю сразу такой ход конем сделаем и потому что на пастельмате все равно слой должен быть больше иначе ничего не растушуется немножечко растушевать все-таки хотелось бы наношу черный снизу на горы и сейчас там по намешиваем всякого интересного дайте какой то кстати фиолетовый это у нас фиолетовый ультрамарин как раз его туда я добавлю в черный чтобы цвет был такой поинтереснее ну а дальше посмотрим разные коричневые бордовые у нас бордовый был ничего двадцатый он где он так тоже вот он да по моему еще немножечко ну с вот этим ладно но так и не соответственно на шапках идет цвета и вот на на самом пигменте это немножечко путает здесь уже да так более красиво все получается по цвету поярче ну потому что я выбрала еще самый один из самых адекватных карандашей в наборе и ну потому что это абразив он счищает больше слоя пастели и получается поярче так это горы мы сделали тут еще одна такая какая-то большая двойная гора ее добавим здесь у меня конечно стык этот не очень красивый но зато зато у нас такой единый тест получается хорошо ладно темные оттенки сделали давайте смотреть давайте попробуем знаете что 15 15 это вот опять же шапочка такая немножко отличается оранжет 15 он должен добавить нам такое свечение солнечное теплое красноватое на холмике на скалы на темном уже да получше как-то смотрится все это повеселее потом еще мы попробуем сюда кстати попробуем знаете что вот этот плохой розовый на светлый все-таки хочется что-то вот его как-то или или мы возьмем давайте коралловый как он царапает а его если сюда добавить блин прям с нажатием даже с нажатием представляете на пастель мате свет конечно оставляет но прям вот суховато все это тяжело вот сюда вообще уже никак вообще никак не ложится только если прям вот надавить надавить ну кажется вроде бы ничего но усилий много чтобы даже что-то такое сделать восьмое да флэш тинт который по идее он должен позиционироваться где он это 7 так потерялся он должен быть как какой-то да типа телесные что такое у него это вот так почему интересно я его а вот это что да да видите все просто перемешалось ну что уже забыла куда его хотел добавить на какие-то вот эти светлые зоны как такими бликами на абразиве вроде бы ничего тоже тяжеловато тоже суховато жить можно но очень все это тяжело царапать конечно неприятно для сравнения сейчас это будет сейчас просто что-то что-то такое особенное у меня здесь три карандаша плюс минус похожих оттенков наш колор до прекрасный потом у нас идет карандаш швейцарский бренд карандашей и у нас идет бронзил вот такой 75 номер и давайте вот тут покажу вам небольшую выкраску это будет очень любопытно колорда на темном фоне еще кажется неплохо этот карандаш он более конечно яркий масляный и вот это идет у нас бронзил да то есть видите разницу нанесения если как бы побольше понадобить будет поярче колор и вот здесь на горе давайте вам покажу мы наносим если легко сейчас попробую с одним нажатием нанести да вот это у нас идет колор вот такой он чуть пригладил это пойдет у нас карандаш у не кстати тоже у карандаша бывают моменты где он царапает и это пойдет бронзил здесь его давайте нанесем то есть все с одним нажатием насколько ярче получается брензил и по сути вот этот светящийся цвет который наверное планировалось сделать у колора который даже здесь он особо не носит вот нажатием только он особо не заметен должно было быть что-то вот такое вот такое вот свечение яркая до которая нам брензил дает мягко и наносится вот по самому шуршанию да вот брензил насколько мягко нежно все это происходит и колор потому что он царапает и мне приходится сильнее давить на карандаш такие дела к сожалению тут получились и за счет этого конечно вот такой эффект тоже будет попробуем уже все это навести дома здесь пускай такая фактурка небольшая будет на горах со светлым цветом тут у меня правда уже какие-то рандомные горы выходят случайные на них для разнообразия что ли давайте добавим какой-то холодный возьмем голубой это был 21 оттенок он еще так ничего работает белый конечно прям прям очень жесткий там а сторону выбирать и надавливать и все на свете надо делать чтобы как-то это получалось давайте чуть свечения с даже плохим оранжевым не не морковный а возьмем именно оранжевый чтобы вот здесь поярче сделать горы немножко жалко нет темно-коричневого он бы нам пригодился попробуем здесь сиена это сиена жены которые до будет она покраснее должна быть не сильно она здесь помогает может быть чуть-чуть такой уж для приличия ряд елочек сделаем возьму черный немножечко такой пушистости добавим на горы покажем что там идут маленькие елочки так они поднимаются и в черный мы попробуем с вами вписать какой-нибудь зеленый давайте 40 он был вроде ничего 40 это это вот он до который с отметиной как раз да так его чуть-чуть в черный ну вот таким образом только до если прям темный зеленый нам мешать обязательно с черным ну и это все таки это все таки на на абразиве елки которые с левой стороны они скорее всего будут уже делаться сложнее только вот так вот с надавливанием с нажатием чтобы прям туда их погрузить в глубину кстати можно по теплее чуть-чуть взять оттенок прям вот не просто не просто такая задача получается такая прям сложная надо сфокусироваться нажимать следить за этим процарапыванием за всем чуть-чуть потеплее хотя бы я их пытаюсь сделать это оливковый зеленый и кстати давайте попробуем сейчас чуть-чуть я сюда зашла просто уж очень интересно возьмем желтый зеленый это по моему был до 35 с ним ярче сделаем верхушки так как он сам по себе очень светлый то как то он будет виден на этих свечениях в темноте елочек основание конечно мы не будем делать таким ярким там возьмем возьмем какой-нибудь какой-нибудь оливковый 39 опять же где же он 39 вот этот он есть оливковый получается вот его если сюда на бережок потом ну ладно что мы сделаем с вами горы здесь есть давайте все-таки левые доделаем елки потом елки справа потом всю водичку и потом бережок тоже такой как длинный до мастер-класс получается но зато прям во всей красоте по тестам это у нас наш черный ну да без черного тут прям вообще никуда иначе зеленый он будет просто но смотрите это получается это оливковая она но очень тяжело наносится они все не темные поэтому рассчитывать что будет какой-то он плотный пигментированный насыщенный зеленый не приходится так черный начинает царапать сделали слой елок ты рука тренируется когда так сильно надавливаете на карандаш вроде бы потемнее до был у нас 38 нет не причем не ну ладно оливковый тогда нанесем на черный прям прям вот засовываю его можно сказать с усилием вот это вот что такая прекрасная по цвету шапочка до хорошего оттенка 32 жалко он там другой он там более светлый и яркий но на вершинке чуть-чуть ну будут посветлее елочки что поделать да но мы возьмем наш супер светлый желтый зеленый с ним хотя бы ну вот какой-то намек что елки там есть мы покажем сейчас кажется что вроде вам хорошо рисуют но это не совсем так просто он очень светлый поэтому он делает осветление более яркое тут конечно можно было бы под затемнить их снизу но пускай уж как будет а это у нас такой хочу какой-нибудь приглушенный коричневатый попробовать или охру можно даже это у нас бриллиантовый желтый который 0 7 вот этот бриллиант его вот сюда бы потеплее сделать травку чуть-чуть ладно дальше давайте елочки справа посмотрим что здесь будет получаться может быть здесь зеленые будут ложиться как-то иначе ну понятно тут они будут более яркими чтобы более так вот быстренько сделать елки использование не вертикально держу карандаш а стараюсь плоской стороной и завершение делаю более острым чтобы было соответственно на елке похоже оливковый все-таки он будет я думаю получше сделаем здесь немножко наоборот сначала пройдемся по светлым участкам а потом уже туда подключим черный сделаем затемнение давайте что попробуем еще у нас есть наша прекрасная умбра и и и туда немножечко как она царапает то поставим мать и редко так царапать карандаши так черный черный опять кстати что будет если ну можно для красивых сочетаний в принципе опять он царапает ультрамарин зеленым намешать дайте попробуем должно быть только не этот это совсем как-то давайте попробую 32 скажем смешать с этим ультрамарином хотя наверное лучше взять сороковой 40 будет хотя бы потемнее но для плотных теней неплохо да вы смотрите синенький даже уходящий этот фиолетовый зеленым будет хотя бы более темный цвет плит конечно интересное сочетание да что они сухие и пылят вот он черный с ним такую сделаем основание у елочек и немножечко и затемну выглядит вроде бы неплохо да по ощущениям делается тяжело потому что царапает немножечко пылит но с черным можно затемнить как бы все про черный давайте пока мы здесь на плотных участках что-нибудь с вами интересненько сравним например возьмем ну понятно калур возьмем давайте что у меня тут рядом бронзил и был еще фабор фабор должен быть более жесткий но он есть более жесткий на участке каком-нибудь будущих елок возможно это калур стараюсь прям извлечь темный темный цвет максимально а дальше возьмем фабор кастл фабор ну не черный особо тогда скажем так и возьмем бронзил бронзил он уже все-таки почернее где-то помягче так интересно все черные разные да что касается калура он такой коричневатый более теплый но не абсолютно черный не плотный фабор да он потемнее и он уходит как бы в холодный немного он все-таки чуть-чуть с холодинкой что касается бронзила как мы потом и душем здесь елки делать ну ладно а что касается бронзила он прям черный черный и он и не теплый и не холодный но может быть чуть ближе к холодному не знаю прям насколько эта разница видна но вот в живую это очень хорошо видно и можно их отличить ладно три такие столбика мы сделали это оставляем это я к тому что черный как бы не очень то и плохой он довольно яркий просто просто царапает как и все остальные калуры сделаем бережочек оливковая зеленая по цветам она приятность по цвету просто просто тяжеловато по нанесению это у нас что тут было этот бриллиантовый тот желтый его чуть-чуть сюда и кстати покраснее что-то нам нужно что-то что-то такое давайте возьмем оранжевые как раз он ярко рисует и даст нам вот легкий такой оттеночек хорошо так чуть чуть больше свечения какой-нибудь вот кстати будет тест охры елочки их с левой стороны мы немножко как бы выделяем чтобы показать что там у нас свет находится и немножечко немножечко вот так вот добавляем опять же это на на постель мать и видно разница тут сила нажатия и не все прочее здесь из-за того что но фактура получается чуть-чуть приличнее результат ладно ну все делаем водичку да уже мы давайте будем половинку точно сделали может быть даже чуть больше нашей работы хочется тут конечно свечения но понимаю что его не получится сделать давайте такой вариант белый раз он у нас был не очень яркий может быть со светло-желтым что ли вот эту вот подложечку для свечения и сделаем очень тяжело наносится прям сложно прям вот сильно-сильно давлю здесь тоже свечение такое продолжится и нам бы выйти к этому розовому какой-то неоновый попробовать сделать это что у нас был который 8 он тут вообще никак не поможет особенно на бумаге слева хоть как-то с нажатием он что-то будет делать на постель мать ему тоже очень тяжело сейчас любой какой-нибудь розовый мы возьмем и попробуем так сакура пинг его на желтый хоть чтоб чуть-чуть в розовый у у нас ушел оттеночек дальше возьмем морковный который был неплох все таки по сравнению с оранжевым ну хоть какая-то чтобы до яркость тут получилось так хорошо со светом принципе сделали сюда нам бы какой-то очень-очень яркий которого особо нет чтобы нам попробовать такой придумать уровень шире то не будет слишком он такой скорее на приглушенный более нейтральной это обычная сакура давайте ее если нам попробовать взять вот эту просто сакуру к ней взять морковный то уже это что-то ничего с этим можно как-то работать такой для находчивых до смешивание получается сильно пылит опять же до много усилий а току немного светло-желтый сюда к отражению мы подойдем и с ним я как бы хотя бы перемешаю раскатаю вот этот красно оранжево-розовый точнее все-таки дадим шанс еще еще раз оранжевому вот сюда так что ж там у нас еще кстати 18 номер который очень похож на на все остальные красные цвет неплохой но тоже тяжеловато сейчас наносится сравнение вам показывала насколько легко идет до и пигментация у брензила брензилом тоже конечно нет смысла делать вот такие большие участочки но но насколько бы проще это было да это что у нас это скарлетт нужно что-то все-таки потемнее неплохая была маджента да она была вроде бы хороша кстати мы не использовали с вами яркие 44 нет маджента не была хороша она была не очень давайте возьмем да знаете что такое я придумала возьмем 44 он был помягче он был яркий чтобы мы здесь яркий цвет сделали снизу она нам даст яркость и мы сюда поместим какой-нибудь какой-нибудь красный коралловый может не на коралловый будет плохо какой-нибудь вот ну дайте то же самое не с карли тоже не очень green один red ну попробуем его вот сюда в этот сиреневый который был такой ничего перемешаем теперь попробуем что там у нас вообще получится сильно на светлый не ухожу иначе просто все сотрется до весь этот слой он идет к сожалению так прямо стараюсь убить сюда максимально насколько получается ладно ну вроде ничего оранжевый оранжевый ну хоть как-то что-то вот сюда до для яркости что ли это значит отражение прям надо темненьким нам сделать иначе вот вот этого всего будет совершенно не видно черный черный берем под елочками мы делаем лучше горизонтально все таки потому что это водичка но первый слой можете принципе сделать с карандашом в любую сторону просто передать форму гор стараюсь чтобы не сильно царапал закрашиваю горы так ну подложка есть это такой дедовский способ как сделать темный цвет да это отложим давайте возьмем что ли цирруль он был нормальный по моему нет но вариантов то немного плохо жестко идет его смешиваем с черным отражение более в такой как бы бирюзовый чуть-чуть особенно вот слева до уходит в оттеночек сейчас мы вот такой цвет ему подберем потом добавим в какой-нибудь более адекватный так это что было это был фиолетовый где наш синий который который не синий и трамарин попробуем его чуть-чуть вот хотя бы для яркости а потом потом уже скорректируем иначе прям не получится царапает его чуть-чуть вот сюда в отражение так что то там вообще происходит нехорошие внутри и поэтому я не могу делать прям вот в горизонтально все сторону приходится в разные стороны работать потом чтобы это можно было растушевать так какой-то бирюзовой сюда нужно добавить давайте попробуем что-то из вот этих ярких ребят всех и как раз возьмем начнем с 33 33 было вроде бы ничего интересно насколько он будет сейчас заметен очень очень тяжко а здесь его давайте попробуем чуть-чуть этого морковного капельку поярче сделать светло-розовый был у нас светло-розовый какой-нибудь сюда вот этот коралловый возьмем так давайте вот этот 19 номер чуть-чуть просто мне нужно сюда добавить розоватого смешаем его с более светлым тут все уже в кучу просто на я положила ой как царапает светло-желтый немножко так из отражений тут бирюзовые должны работать лучше все-таки на абразиве в первый слой такой светленький давайте сделаем нормально до более-менее как ложится сейчас какой-нибудь затемнение возьмем номер это 33 тот изумрудный до который все-таки потемнее как-то по насыщеннее с ним передадим отражение елок и к нему какой-то нужно будет наверно либо в черный затемнять либо возьмем синий тот самый ультрамарин который как бы фиолетовый может быть его чуть-чуть что-то нужно будет нам уплотнять потому что такого цвета который прям подойдет здесь нету возьмем его ультрамарин синий здесь неплохо что он чуть-чуть как бы уходит фиолетовый он нам даст такой посложнее оттенок и можно будет так хоть каким-то образом до передать эту тень отражение точнее черные снова нам будет нужен затемнить может быть еще кстати вот такой синий ярковат попробуем черным да чуть-чуть давайте затемняем отражение здесь все равно у нас потом до пойдут елочки которые ближе к нам находятся тут и вертикальные и горизонтальные штрихи добавляю чуть-чуть так растушевываю более-менее до такое отражение получается может быть с каким-то по светящимся более поярче сделаем серединочку у елок чтобы по объем не было и конечно света да здесь немножко не хватает но ладно тогда делаем тогда отражение с правой стороны а потом уже к острову будем переходить рядом еще так зазывательно смотрят брензил потому что он такой мягкий и вот с ним конечно было бы так удобно все это сделать но нет мы будем проходить через эти испытания но тяжело но и наносится как-то более-менее 18 наш нам как розово-коралловый на самом деле как они все тут кажется так ну вроде бы нанесли вроде бы сделали с бежевым чуть-чуть посветлее хотя бы капельку сверху это чтобы островочек у нас выделялся побольше но чтобы сейчас было что нам подтушевать хотя бы немножко жалко конечно так сильно прям царапать пастельмат но что поделаешь там чтобы нам такое взять поярче 20 который был ничего его наносим снизу к нему может быть какого-то вот этого до яркого нашего 44 я уже даже немножко привыкла можно сказать облачка такой намек на них синеньким с 22 праймари буду он вот так вот облачка облачка нанесли и потому что слой нужен больше на пастельмати какой-нибудь еще сейчас возьмем красно-розовый тут кстати можно брать любой тени примерно одинаково доделала я отражение если наслаивать много бирюзовых синих она ложится неплохо и что касается участка неба да все то же самое как с левой стороной но наносится полегче потому что это образе все равно также шушит царапает не такая сильная отдача пигмента как у любых прям любых на самом деле других карандашей и нужно прям очень-очень много нам добавлять цвета чтобы была какая-то яркость но так вы наглядно видите получается что на пастельмати конечно да он поактивнее поярче но еще еще за счет текстуры она более гладкая не так просвечивает и кажется нам что заполнение более цельная и более полная относительно отражение со скалой то же самое да обязательно добавлять черный обязательно какой-то коричневый уже после слоя черного иначе коричневые они все яркие точнее светлые не темные по-настоящему такого темного коричневого его все-таки не хватает ну что с такой сиены жены можно сделать основание нашего островка сейчас давайте его сделаем потом посмотрим уже что нужно доделать кстати момент про который я подзабыла мы доделывали пока водичку можно несколько вывести ярких линий более таких плавных с плавными окончаниями и не момент который сейчас будет сложновато наверно сделать такая розоватая ряд здесь вот такие промежуточки идут здесь мы больше видим на водички без отражения сюда уже розовый наверно ложится не будет можно попробовать я сейчас думаю что нам лучше туда попробовать на давайте возьмем немножко белый его прямо сюда отдельную штрихами чтобы хоть как-то да вот создать нам вот такой вот эффект эффект ряби на водичке все это не ложится до тот же самый белый фабор для сравнения совсем иначе правда либо бежевый вот такой брюнзил он ложится и он ложится ярко хоть и мягко поэтому 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 доставляют желать лучшего конечно нам карандашики ну что доделываем островок сиену жены сюда добавлю и мы ее давайте заполним вот так вот весь остров а дальше его по цвету скорректируем заодно черный цвет вот этот уберем где у нас был такой тест и серый можно какой-нибудь попробовать нанести наверх чтобы сделать более сложное сочетание у бережка здесь прям попробуем микс разный микс что там еще у нас не было золотистая желтая так довольно ярко в принципе на абразиве она наносится более слабо на бумаге слева такая пигментированная немножко можно рыженького либо какого-то золотистого добавить чтобы было больше ощущения такого заката у нас так посмотрим давайте будет ли поэтому слою ложится бежевый либо белый но справа наверно будет где-то он виден все таки я надеюсь такие контуры хотя надо какие-то сделаем тяжеловато конечно слева прям очень все это тяжело наносится чем бы нам но только вот с черным придется сделать все контур бережка слева по-другому никак прям испытание настоящее черным же я сделаю такую под ложечку и наверх может быть какой-то какой там из них подойдет сиену возьмем чуть-чуть как-то объединить хотя бы так капельку рыженького еще слева нужно попробовать туда засунуть нам там где черные были вообще все очень плохо наносится ну какие-то травиночки да намек на них можно сделать ну что давайте посмотрим что там за история будет с белым справа да какие-то там камушки камушками большие намек на подробности и контур такой хочется сделать у этого островка вариантов немного мне придется размешивать белый с розовым чтобы хоть какую-то яркость сюда добавить вот так слева особенно будет непросто так ну вот хоть каким-то таким образом ну какой-то намек да хотя бы на вот это свечение и чтобы нам вот здесь поярче из того что есть давайте белый и вот этот морковный на белый чтобы чуть хоть подсветить потеплее все эти моменты так ну пускай тогда но скажу вам на камеру выглядит лучше чем на самом деле особенно когда представляешь как это можно было бы сделать иначе ладно не будем сильно по этому поводу пока что грустить елки у елок намечаю основные стволы я взяла темно-синий чтобы хоть как-то дальше до какого-то оттеночка нам интереснее холодного добавить можно теперь поплотнее с черным вот так ну стараюсь как бы как могу темный цвет сюда все равно с черным нам нужно будет сделать первые силуэты елок я уж не буду сейчас всей формы придерживаться потому что тяжело прям уже все это рисовать но в том плане что наносится сложновато но я стараюсь как могу на постель мать получше конечно попробуем сейчас красивые промежуточки светлого оттеночка здесь оставить так ну ладненько зеленом зеленом чуть-чуть поярче там елочки сделано зеленый опять же очень уж очень светлый он сейчас поплотнее бы нам какой-то сюда добавить ну ладно живописные будут елки в общем что вот там еще такого теплого нужно нам внести чтобы он был заметен давайте попробуем все-таки уже в который раз дать шанс этому оранжевому почему сразу беру оранжевый а не какой-то оливковый потому что но не будет он видим просто уже от теплого нужно сюда какого-нибудь внести так ну ладно такой вот смотрим смешной островок получается может быть чуть-чуть все таки в черном поплотнее справа им для хоть какой-то такой эффектности где там был наш дать такой попробуем что еще мы вроде его не брали всего достану зеленый который тридцать шестой такой вот более тепленький но тоже хоть какая-то тут яркость должна произойти особенно справа слева уже как бы все там плохо плохо ложится туда так ну что рыжего немножко сколько еще получится внести под елочки хоть каплю уж так он царапает царапает на очень сильно тяжело его тогда прям интегрировать ой ну ладно с этими елками светящуюся с красненьким вершину может быть попробуем все таки сделать оранжевый который 15 но вряд ли он это потянет сейчас попробуем с нажатием на чтобы такой теплый свет наверху передать чтобы более естественно они выглядели наше отражение его сейчас прям базово так сделаем и там камушки правда есть мы посмотрим но то же самое здесь уже учитывайте на те елки которые именно вот вы наметили постараюсь прям попасть хотя бы в силуэт моих елочек растушевывается справа еще ничего слева это тоже растушевывается нормально просто цвета добавляется немного но черный повторюсь еще нормально нормально если бы он был скажем как вот белый по качеству это было бы все очень плохо потому чтобы совсем не вытянуть по контрасту с этими карандашами там практически никакую работу где-то здесь у меня на еще такая елочка с макушкой ну что все будем считать что это отражение моя готова как бы нам здесь такой камушек сделать четко тоже попробую яркость черным прям нажать так какие-то тут кстати тоже камень камень точечно хотя бы на для подробностей есть такая елочка справа будем не будем не тел дайте будем такую вот общую форму я делаю сейчас нам черно где-то синеньким желтым перемешается и будет казаться что там какой-то темный зеленый цвет ей можно парочку каких-то моментиков поярче желтой охры например здесь должно быть видно сейчас конечно картинка не дотягивает немного до того уровня который хотелось бы но вот что сделали то сделали и такой довольно мне кажется откровенный тест у нас получился ну что давайте будем выносить вердикты пастели колор у нас она заявлена как мягкая софт-тач премиум эксперт и вообще супер имеем мы с вами да действительно красивую коробочку в которой можно хранить что-то принципе и карандаши но стоит ли это того сложно сказать это задача непростая рисовать этой пастелью прям вот на любителя кто любит немножко помучиться чтобы было посложнее потому что если мы берем даже с вами абразивную бумагу которая практически все выдерживает любые карандашики все равно она царапает и какого-то удовольствия мы не получаем это скорее такое немного мучения когда мы превозмогаем себя ищем какие-то способы как вообще с ней работать ну и того да какие-то карандаши какие-то оттенки да они там довольно неплохие тот же там утрамарин какой-то 44 20 номер но есть неплохие оттенки но по сути чтобы рекомендовать особенно если вы думаете приобрести себе как хорошую бюджетную пастель то я думаю что вряд ли это хороший вариант лучше взять какой-то базовый набор что derwent или 100 было или faber пусть даже там будет 12 цветов это будет намного практичнее и удобнее потому что сейчас это было испытание скорее чем вот какое-то удовольствие от творчества я надеюсь что этот отзыв был вам полезен поэтому вы сами можете решить да или нет нужно ли вам это я думаю я буду пользоваться до какими-то оттенками возможно где-то их там добавлять может быть там серые какие-то да из желтых из охры и так далее где-то они будут подключаться уже но в дополнение к другим но чтобы они работали вот так вот самостоятельно но это маловероятно да что только это постели плюс если какая-то еще бюджетная бумага это очень тяжелое сочетание которое которое не будет вас радовать давайте на этом будем прощаться напишите пожалуйста вашу реакцию ваши отзывы что вы думаете да насколько это было показательно если у вас это пастель планируете ли вы ее покупать поэтому буду ждать вас в комментариях и спасибо что посмотрели это видео до новых встреч друзья пока пока